У всех физиология разная, тут особо скрывать нечего. Пускается холодный воздух, веничком его можно наложить на человека. Не гниет, не синеет, не зеленеет. И, в общем, по барабану на влажность париться можно бесконечно долго. Всем привет, народ! Вы на канале Мяски и Бани Сауны. С вами Правда Максим. Давненько у нас не было обзоров на бани-бочки. Уже почти что месяц не снимали новые бани. Спасибо Новому году! Как всегда, наша страна выходит из крутого пике очень долго. В общем, то не было что показать, сейчас есть что. Банька небольшая, 4-х метровая, но прикольная. Как внутри, так и снаружи. Начинаем снаружи. Как вы, наверное, заметили, здесь двухцветная покраска. У нас в линейке называется такая покраска двухцветная. То есть у нее торцы, обналичка. В общем, все такие выделяющиеся части покрашены другим цветом. Основной цвет у нас черный. И вот акценты выделены. Это не совсем белый, я не помню, какой рал у этого цвета. В общем, смотрится прикольно. Круглое окошечко, 45 сантиметров, по-моему, в диаметре оно. И вентиляция тоже не совсем стандартная, замененная на металлический и тарельчатый клапан внутри. То есть с этой стороны прикольно банька. Более такая живая смотрится, я скажу еще раз. Это четырехметровая баня стандартного диаметра. Здесь у нас вход второго дыхания. Регулируется он тоже тарельчатым клапаном. Кровля серая. В общем, кстати, не очень часто заказываем мы почему-то кровля серая. Не знаю, мне очень нравится, она прикольно смотрится. А со второго торца у нас панорамное стекло. Это панорамное окно находится в комнате отдыха, не в парной. Покажем все это изнутри, как это смотрится. И здесь же есть выход второго дыхания. Я внутри чуть-чуть поподробнее расскажу про второе дыхание. Потому что в последнее время очень часто задают вопрос. А мне приходится, почти что в каждом видео я так или иначе касаюсь второго дыхания. В общем, сейчас расскажу немножко поподробнее. У нас даже, по-моему, был ролик на канале. Если он был, я его обязательно прикреплюсь. Вход в баню у нас располагается сбоку. Тоже у нас он покрашен, выделен, как вы видите, другим цветом. Кстати, при заказе, если вам нравится такая покраска, надо просто сделать пометочку, что вы хотите двухцветную покраску. Как в калькуляторе, так и при звонке это можно сделать. Дверь пластиковая. Замок, ну, естественно, и замок тоже очень часто задаваемый вопрос. Люди часто звонят после того, как приехала к нимбаня, говорят, что у них не работает дверь. Не могут закрыть. То есть, если я просто вот так вот закрою дверь и попытаюсь закрыть ее на замок, оно не закроется. Надо обязательно поднять ручку вверх. И после этого, все, дверь уже закрывается и ручка уже фиксируется. То есть, она не работает. Точно так же открываем, ну, и пользуемся обыкновенной дверью. В общем, пользуйтесь. Поехали внутрь. А вот и комната отдыха. Она суперосвещенная. Так как сама комната отдыха небольшая, по-моему, это вообще первое панорамное окно в 4-метровой бане. Потому что обычно все-таки заказывают в 5-6-метровых больших банях. Тут же не очень обычно это, но прикольная опция. Очень светло. Двухкамерный стеклопакет. Можно поставить трехкамерный стеклопакет. Пожалуйста, это все на ваше усмотрение. Итак, небольшой столик у нас 70 на 70. Можно здесь чаек попить. Для этого есть розеточка двухместная, так скажем. Так как у нас стоит панорамное окно, здесь мы не можем поставить какую-то форточку. То есть, само собой, разумеется. Здесь мы тоже не ставим, потому что, ну, когда здесь форточка расположена, то есть, сидя зимой, например, здесь можно совершенно спокойно простыть. Во-первых, оно занимает какое-то место. То есть, даже если мы в краю его поставим, либо там посадочное место теряется, либо человек имеет возможность простыть. Таким образом, мы не можем грамотно расположить здесь форточку полноценную. Для этого мы делаем вот такой вот клапан. Его можно открыть. То есть, ну, понятно. Это орельчатый клапан, как он действует. То есть, открываем, проветриваем. Это, конечно, не форточка, но все-таки при, как скажем, при данных условиях, я думаю, это самый рациональный выход. Сверху у нас установлен грибок, чтобы туда не попадала вода, и мастер-флэш, ну, маленький мастер-флэш специально небольшого диаметра. А теперь рубрика вопрос-ответ, как работает второе дыхание. Верхнюю часть второго дыхания видят практически все, и по нему вопросов особо нет. То есть, это, по большому счету, приточка с трубой, да, которая подводится к лицу, и лицом открывается балдахином. То есть, чтобы создать там свой микроклимат около головы того, кого парят. Но для того, чтобы работало второе дыхание, нужна вторая его часть. И вот по второй части постоянно задают вопросы. То есть, это у нас труба, которая выходит с парной, берет она воздух внизу. Если это, как в данной модели, располагается рядом с печкой, значит, первый метр идет металлический. Если эта труба находится с другой стороны от печки, то у нас сразу идет пластиковая. Доходит до тройника. У нас здесь стоит вентилятор обязательно. То есть, такая система вентиляции работает только принудительно. То есть, включая вентилятор, здесь тоже есть выключатель, мы его включаем, начинает второе дыхание работать. То есть, у нас производится отсос воздуха с парной, разряженная атмосфера получается в парной, и начинается отсос воздуха именно через вход второго дыхания. Поэтому оно начинает работать. И дальше у нас после электровентилятора стоит тройник. По этому тройнику мы раскидываем воздух либо на улицу, закрывая клапан в комнате отдыха, либо этот клапан вытаскиваем на улицу и закрываем его со стороны улицы. И у нас идет подогрев комнаты отдыха. То есть, мы берем воздух достаточно теплый, парной, но влажный, и загоняем его в комнату отдыха. Допустим, если у нас здесь стоит колорифер, в этой, кстати, бане его нету, но в принципе, то есть, человек не заказал. То есть, в любую комнату отдыха нужно ставить обогреватель. И если у нас, допустим, пересушивает воздух, вы можете спокойно включить дополнительно второе дыхание, он будет чуть-чуть подогревать и увлажнять комнату отдыха. Свод в комнате отдыха у нас дополнительно утеплен кедровой вагонкой. Я считаю, при таком окне, как бы, эта функция не лишняя, да и симпатично это смотрится, и дополнительное утепление точно никогда не помешает. Есть такие симпатичные полочки из необрезной липы. Здесь тоже можно расположить всякие шапки, веники, какую-то банную утварь. С противоположной стороны такая же полочка есть, только она чуть поменьше, из-за того, что у нас боковой вход. Подспинки и лавочки выполнены из осины, удобные. Ширина стандартная, 50 сантиметров, и двойные подспинки, все тоже стандартные. В парную мы попадаем через стеклянную дверь, в данном случае это бронза, прозрачная. Прозрачная дверь увеличивает визуально пространство. То есть человек выбрал такую дверь, я считаю, в такой бане это логично. Тем более, если баня семейная, тут особо скрывать нечего. И вообще, в принципе, дверь стеклянная, я считаю, это одна из самых практичных дверей именно в баню. То есть большая влажность, большая сырность, большие перепады температур. Стекло взял, протер тряпочкой, вот и все ухаживание. Даже если проседает какая-то петля, снимаем защелку, регулируем шестигранником, все это делается элементарно. То есть полотно двигается туда-сюда, ставится защелка обратно. То есть там регулировка обычно двери такой занимает там 5 минут. В общем, мощный замочек магнитный, отличные дверки, очень мне нравится. Погнали в парную. Парная у нас тоже не совсем обычная. Как вы можете заметить, у нее пробка на потолке. То есть я говорю, тут человек подошел крайне творчески к этому заказу. Очень прикольная банька. Пробка на потолке, толщина ее 10 миллиметров. Она создает отличный микроклимат парной. Мне цветовая гамма тому же, кому как нравится. Мне лично очень нравится пробка парных. Она дает очень мягкое тепло, очень быстро прогревается, очень хорошо насыщается паром, при этом к воде она вообще равнодушна. То есть она не гниет, не синеет, не зеленеет. Я ее, в общем, по барабану на влажность. Но при этом она микроклимат отличный создает в бане. Торцы, причем, у нас сделаны обожженным кедром. Кедр в паркетную раскладку. Смотрится тоже офигенно. В общем, на контрасте, я не знаю, думаю, камера передает, не передает, не знаю. Вживую смотрится очень прикольно. Причем такие белые акценты, как окно, подспинники, полки. Такое тоже создают игру света прикольную. Торцы, кстати, обработаны льняным маслом. Любое, то, что у нас обжигается в линейке, по-любому обрабатывается чем-нибудь, потому что иначе, если просто обожженную доску оставить, она со временем станет серая. Свет надо зафиксировать. Здесь у нас второе дыхание. Второе дыхание, верхняя часть уже. Вначале я говорил про то, как работает отсос, чтобы работала верхняя часть. Ну, а верхней частью пользоваться просто элементарно. То есть, вот таким вот образом, если мы ставим патрубки, мы лежим на спине, дышим воздухом при точку с улицы. Там, с той стороны, стоит тарельчатый клапан, мы помним, да? Поэтому поступает воздух к лицу свежий. Если мы переворачиваемся на живот, то есть, у всех физиология разная. Кому-то надо на правой щеке лежать, кому-то на левой. То есть, мы можем трубу таким вот образом под одну сторону и противоположную перевернуть, если нам на другой щеке удобно лежать. Это очень удобно. Шея не затекает, лицо не затекает. В общем, париться можно бесконечно долго. И, естественно, мы голову закрываем балдахином. Здесь у нас жар-птица, то есть, ну, так называемая хохлома. Человек заказал именно такую расцветку. Если у нас еще серая, то есть, это тоже надо уточнять при заказе, если вам нравится та или иная ткань. Окошко у нас открывается, как всегда, наверх. Фиксируется на цепочку. То есть, его можно настижь открыть, можно чуть поменьше. Ну, так, естественно, не очень удобно пользоваться. Его можно просто вот так оставить, и оно будет в режиме проветривания. Очень удобно в плане, когда парят человека. То есть, приоткрыл окошко. Если это зима, то здесь опускается холодный воздух. Веничком его можно наложить на человека. В общем, удобная вещь. Крайне рекомендую. Так, открываем. Полок у нас тоже расширенный. Ширина его 90 сантиметров. На таком полке можно шикарно развариться. То есть, человек, в принципе, практически любой комплекции. Здесь я буду чувствовать очень уютно. Но при этом, когда мы сидим на полке, на коротком полке, допустим, стандартный, у нас 70 сантиметров. У меня ноги бы уже упали. А так я могу совершенно спокойно сидеть, греть ноги прямо напротив печки. И здесь может просто сесть. То есть, большая компания или, друзья, человек 6 в бане. В такой маленькой бане может одновременно расположиться. Да, лежа париться не получится. Ну, сидя погреться можем. При коротком полке такое не получится. И еще у нас есть выдвижной полок. То есть, мы можем сесть на него. То есть, поставить в тазик. Что-то набрать. Воду помыться. А воду набираем мы... Здесь есть две системы. Одна из них проточный водонагреватель мощностью 3 киловатта. То есть, там снаружи у нас выход одной, второй. Мы подключаем там шланг быстросъемом. Или это на постоянку будет подключено. Здесь открываем кран. Включаем в розетку. И у нас работает проточный водонагреватель. То есть, у нас есть холодная, теплая, горячая вода. То есть, как с обыкновенного крана. Вот таким образом откручивается крышка. Ну, перед тем, как перекрывается вода, подключается электричество. Все. И вот в таком виде проточник готов к зимовке, так скажем. То есть, очень удобно ухаживать. Мне такая вещь очень нравится. Стоит дополнительная защита, потому что печка очень близко... Так как парная небольшая, очень близко печка к водонагревателю. Сделали специальную защиту, чтобы она отбивала инфракрасник. И вторая система нагрева воды. Это бак самый стандартный, как он у нас ставится. Объемом 40 литров. То есть, если у нас нет воды под давлением, мы можем совершенно спокойно наполнить этот бак и пользоваться двумя системами одновременно. То есть, ну, здесь все достаточно просто и понятно. Дыбоход у нас Ferrum 115-200, нержавеющая сталь. Проходной узел увеличенный уже. Сейчас уже во всех банях ставим. Кстати, здесь тоже с этой стороны. Второй торец тоже отделан кедровой вагонкой. И она же обожженная, и она же покрыта льняным маслом. В общем, печной угол весь у нас сделан из мини-рита. То есть, все на проставках. И печка стоит, внутренняя топка Дубрава-мини. Развернули мы немножечко топливный канал таким образом, потому что человек отказался от бокового портала, чтобы печку можно было выдвинуть туда, и тогда бы она стала совершенно спокойно. Поэтому пришлось сделать так, потому что, либо если мы сделаем сюда дверку, она бы торчала практически до двери, и в нее можно было бы обжечься. То есть, таким вот образом, ну, здесь и место побольше, загружать дрова тоже более-менее удобно. Вот, печка стоит на поддоне. Поддон вентилируется. Объем камней этой печки 80 килограмм. То есть, это, в принципе, достаточно хорошая печка для русской бани. Здесь можно получить достаточно хороший пар. То есть, я считаю, вообще из сеток, это, наверное, одна из самых лучших удачных печей. Потому что конструктив топки у нее отличный. То есть, у нее шипы теплопередающие, которые нагреваются, нагревают при этом камни сильно, до больших температур. Короче, получается очень хороший пар. С этой стороны у нас сделано панно для сена. Тоже мы не очень часто его делаем. Ну, здесь человек увидел одно из наших видео и заказал себе тоже. Сюда, вот в эти промежутки, набивается сено, и оно источает запах. То есть, это такая функция, прикольная функция, именно для фитотерапии. В общем, как-то так у нас получилось с этой банькой. В общем, если баня зашла, палец вверх. Подписываемся обязательно на канал, пишем комментарии. Что там еще обычно делают? Колокольчики. Нажимайте, не забывайте, что про наши видосы. Кстати, про новые видосы. Скоро планируется выход 2 видео, будет с офигенскими просто банями. Я просто рекомендую вам обязательно их посмотреть. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. В общем, всем пока и с легким паром. Спасибо всем за внимание. Как-то так. С другого сторона. Так. Ну, теперь вот так вот. Пар хороший, хороший пар. Здесь есть он уже, да? Есть. Нету. Дальше что у нас есть? Что у нас есть? Что у нас есть? Не таким образом. Там, то есть. А что то есть? То есть, то что? Все, затык, короче. Кино снимает. Ну, с одного дубля и... А? Ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok